Несколько лет назад инженеры из Ламборгини вместе с исследователями Массачусетского технологического института разработали концепт машины будущего. Terzo Millenio в переводе с итальянского значит третье тысячелетие. Это машина, которая может чинить себя сама. Как же на самом деле работает новая технология, использованная в этом автомобиле? Вся машина покрыта огромным количеством специальных сенсоров. Они проверяют состояние автомобиля и определяют любые повреждения. Если сенсоры обнаружат трещины, машина починит себя сама, наполнив их специальным составом, поступающим по нанотрубкам. Такие трещины не будут расширяться. Президент компании Ламборгини говорит, что Terzo Millenio произведет революцию в мире автомобилестроения, и, возможно, он прав. Технология саморегенерации может переписать законы не только в мире спортивных машин, но и других механизмов. Представьте, что все ваши электронные устройства и бытовые приборы будут автоматически восстанавливаться так же, как ваша кожа. Еще один технический прорыв заключается в том, что машина полностью электрическая. Вместо обычного аккумулятора Terzo Millenio используют суперконденсаторы, потому что они быстрее заряжаются и удерживают больше энергии. Они были разработаны таким образом, чтобы получать и выпускать энергию одновременно. Таким образом, уровень работы Ламборгини повышается, и автомобиль перестает зависеть от химических реакций, которые возникают в обычном аккумуляторе. Суперконденсаторы сделаны из карбона. Значит, их будет проще установить на панели кузова, так как они меньше и легче обычного аккумулятора. У автомобиля также нет двигателя в обычном понимании. Вместо этого каждое колесо снабжено собственным электродвигателем, так что количество его оборотов может управляться индивидуально. Поэтому Terzo Millenio можно сравнить с современным болидом Формулы 1. А ещё это означает, что Terzo Millenio – полноприводный автомобиль. Что до цифр, то они впечатляют не меньше, чем футуристические возможности Ламборгини. Terzo Millenio – это первый продукт трёхлетнего партнёрства стоимостью 120 миллионов долларов. Максимальная скорость этого автомобиля – 350 км в час, что соответствует скорости, выпущенной из лука стрелы. У него 838 лошадиных сил, что сопоставимо с несколькими табунами диких лошадей. Но даже при такой мощности вы не услышите рёва двигателя. Недавно Terzo Millenio был представлен на 33-й международной выставке автомобилей в Париже. Здесь можно найти современные машины с самым интересным дизайном. Но Ламборгини проиграл Mazda Concept Vision Coupe – другому автомобилю с невероятным дизайном. Если посмотреть на эти машины, то можно увидеть, что Мазда и Ламборгини находятся на противоположных полюсах одной и той же концепции. Ламборгини выглядит как маленький космический корабль на колёсах для плохих парней, а Мазда – это воплощение элегантности будущего. Однако Мазда Coupe не может похвастаться теми же технологиями, что и Terzo Millenio. Ещё одна важная черта Terzo – это её автоматизированный режим. Пока его можно использовать только на гоночной трассе, что может показаться существенным недостатком. Но давайте взглянем на детали. У Terzo есть компьютерная система, которая позволяет машине проехать самостоятельно любую гоночную трассу без каких-либо проблем. После того, как Ламборгини завершает круг по трассе, она может стать инструктором для водителя. Технология даёт рекомендации, как проехать трассу так же быстро и умело, как сама Ламборгини. Но как именно это работает? Можно сказать, что Terzo Millenio будет самой дорогой игровой консолью в истории. Вам когда-нибудь приходилось играть в такую видеоигру, где нужно было соревноваться с собственным призраком предыдущего круга. Terzo Millenio использует дополненную реальность, чтобы сделать то же самое. Но забудем о гонках. Что если вы хотите видеть, как ваша машина сама паркуется в гараже или на заднем дворе? Готова к обычной поездке? Ну что ж, боюсь, ценник вас впечатлит. По предварительным расчётам Terzo Millenio будет стоить 3 миллиона долларов. Ровно столько стоит хороший дом в Беверли-Хиллз или даже остров в океане. Так зачем кому-то её покупать? Вероятно, возможность приобщиться к миру высоких технологий стоит этих денег. Однако Мазда и Ламборгини – не единственные суперфутуристические автомобили. На 33-й международной выставке Гран-при выиграл городской автомобиль Pop-Up, разработанный компаниями Ital Design и Airbus. Вам интересно, как здесь оказался Airbus. Всё станет понятно, когда вы узнаете, что это одновременно и автомобиль, и самолёт. Pop-Up состоит из трёх разных модулей – пассажирской капсулы, наземного модуля и воздушного модуля. Автомобиль был разработан для поездок по мегагородам будущего, где они будут размером со страны. Но это совершенно не означает, что машина тоже будет огромной, чтобы соответствовать размеру города. Airbus и Ital Design сделали её довольно компактной. Идея простая, поэтому гениальна. Вы выходите на улицу и садитесь в свою обтекаемую машину будущего, точнее, в пассажирскую капсулу. Она присоединена к наземному модулю. Компьютер сканирует ваше лицо, чтобы подтвердить вашу личность. Затем машина автоматически доставит вас к ближайшей станции. Там наземный модуль заменяется воздушным, и теперь вы можете долететь до своего места назначения на другом конце мегагорода. После использования модули отправляются на зарядную станцию до тех пор, пока не понадобятся кому-то ещё. Таким образом, их не придётся хранить у себя в гараже. К тому же модулей будет произведено меньше. Несомненный плюс для экологии. Ещё один концепт-кар, который мы однажды можем увидеть на дорогах, это Renault Symbiose. Так же, как и другие машины, он выглядит обтекаемым и футуристическим, но здесь сделана ставка на комфорт. Более того, инженеры Renault утверждают, что машина станет частью вашего дома. Интерьер автомобиля выглядит как удобно обставленная гостиная. Специальные материалы и форма мебели позволяют вам почувствовать себя в машине как дома. Кресла также поворачиваются на 180 градусов, предлагая вам абсолютно новые ощущения от вождения. Эта деталь упрощает общение с пассажирами. Подождите, что? Разве разговаривать за рулём безопасно? Не волнуйтесь, это беспилотный автомобиль. Так что расслабьтесь и получайте удовольствие от поездки. Renault Symbiose станет частью взаимосвязанной технологической экосистемы, полностью разработанной компанией Renault. Например, автомобиль будет заряжаться дома автоматически, так что вам не придётся ехать на какую-то специальную станцию. Ваша машина даже сможет поделиться лишней энергией, если вдруг вашему дому потребуется электричество. Инженеры Renault представляют идеальную систему дома и машины, которые будут удовлетворять свои потребности в энергии самостоятельно. Мне уже не терпится это увидеть. Если сегодня вы узнали что-то новое, поставьте лайк этому видео и поделитесь им с друзьями. А вот ещё крутые ролики, которые могут вам понравиться. Просто нажмите слева или справа и присоединяйтесь к Admi. Субтитры создавал DimaTorzok